К юристам обратился бывший сотрудник ЗАУ совхоза Мини-Ленина Александр Филькин. Предыстория такова. Его родители приехали на заработки в совхоз 20 лет назад. Устроившись на предприятие, заселились в общежитии, а позже к ним присоединился и сам Александр вместе с семьей. В 2002 году у родителей Александра появилась перспектива получения жилья. Они переехали в новую двухкомнатную квартиру, заключив с директором предприятия Павлом Грудининым договор коммерческого найма на жилье с последующим выкупом. В данном случае квартиру предоставляли непосредственно моему отцу. С ним заключали договор коммерческого найма со сроком отработки 10 лет и с указанной суммой ежемесячных выплат за это жилье. За два года до окончания полного выкупа жилья и получения его в собственность директор совхоза предложил переоформить договор коммерческого найма на договор аренды. Когда уже заключен договор коммерческого найма, обязанность сторон соблюдать условия данного договора. И если условия соблюдаются, необходимости прекращать действие данного договора, то есть его расторгать, не имеется. Отец Александр с условиями не согласился, после чего на всю семью началось давление со стороны предприятия. Начали прессовать родителей. Мать не выдержала, сама уволилась. Отец все-таки доработал до, получается, в 2012 году он должен был получить это жилье в собственность. До 2010 года он доработал. Давление проводилось и на самого Александра. Он с женой и детьми продолжал жить в общежитии. Им отключали электричество, воду, канализацию, а позже попросту вскрыли замки и перевезли все имущество на совхозный склад. Более 10 лет хозяин не имеет к нему доступа. Когда я подошел и спросил, на каком основании, что вы вообще тут делаете, однозначный ответ, все вопросы к Павлу Николаевичу, потому что это распоряжение его. Я говорю, ребята, вы понимаете, что это незаконно для того, чтобы перемещать имущество граждан, даже пусть с помещения, которое принадлежит не им, а ЗАО или кому-то еще. Для этого, как минимум, нужно решение суда и представители органов правоохранения. В данном случае должны быть приставы. Необходимо ознакомиться с теми документами, которые были положены в основу решения о вскрытии помещения, который занимал Филькин Александр. То ли это был приказ, то ли это было распоряжение, то ли иной какой-то документ нормативный. После этого можно будет уже комментировать. Оставшуюся на улице семью Александра приютили родители. Но и здесь их ждал нерадостный сюрприз. Руководство предприятия в лице Павла Грудинина продало квартиру третьему лицу некой гражданки, которая, в свою очередь, представила горе жильцам иск о выселении. Он не выполнил обязательства перед одними людьми, передал третьему лицу. И получается, что, по сути, он продал не просто жилье, а продал жилье с людьми. Необходимо посмотреть и ознакомиться с теми документами, которые касаются отчуждения данной квартиры третьим лицам. Что это за документы? Мы, как юристы, пока не можем определить, потому что то ли это договор купли-продажи, то ли это какой-либо иной договор. Мы пока этого не видим и не знаем. У отца Александра к тому моменту начались проблемы со здоровьем. После перенесенного инсульта он прикован к инвалидному креслу. А мать после очередного визита судебного пристава пошла на отчаянный шаг. В общем, она не выдерживает вот этого давления. Заходит в ванную комнату, обливает себя горючей смесью и поджигает. Со словами «Скажи, за сколько тебя купил Грудинин?» И она это повторяет кратно, то есть несколько раз подряд. Вся в огне идет на пристава. И благо был рядом сын. Он обхватил. Маму затащил в ванную. Всем, чем возможно было, закидал, чтобы затушить это все. По словам пострадавшего, этот случай с квартирным беспределом в совхозе не единственный. Достоверно известно, что там огромное количество таких семей, которым предоставляли жилье, а впоследствии выселяли. Но люди не бились. По той простой причине люди боялись. И боялись на самом деле правильно. Как практика показывает, действительно боялись на самом деле правильно. Вот Павел Николаевич в последних своих заявлениях говорит, «Все суды куплены, все органы куплены. Павел Николаевич, вы один из тех людей, который, наверное, это все купил». Александр просит адвокатов помочь ему доказать факт беспредела руководства совхоза имени Ленина.